на каналах за герд послепостивающий опрос что такое смертный грех от него умирают это фигуры речи вспомним вообще что говорили апостолы греха после он богослов говорит так что есть грех не к смерти действительно вот в чем разница к смерти или не смерти грех если переводить на греческий язык то это звучит примерно или имеет такой смысл как промах не попадание в цель то есть когда жизнь человека становится не просто бесцельной а когда цели меняются когда цель является целью является не богу угодить практически сатане послужить через грех человек делает это зачастую несознательно но все же любой грех это служение сатане отход от бога но какие же грехи не к смерти какие к смерти грех который сопровождается дальнейшим раскаянием конечно он не будет убивать потому что раскаяние покаяние это как второе крещение покаяние обновляет душу человека покаяние возвращает нас снова на путь бога общения а бывают такие грехи которые убивают убивают не просто образно убивает нас для духовной жизни или убивают в нас духовную жизнь это такие грехи которых мы не хотим каяться которые мы не хотим основать грехами когда мы активно сопротивляемся богу и не хотим покаяться а утверждаемся своей самости и вершиной такого греха является хула на духа святаго который как сказано в евангелии сам христос говорил о том что он не простится ни в этом веке не в будущем потому что человек когда хули духа святаго когда не хочет получить прощение соответственно его не получает когда человек не кается соответственно господь и не принимает его и не может помочь ему избавиться от греха но надо понимать что не бывают легких грехов каждый грех может стать для нас смертным даже самый простой грех он простым кажется только на поверхности ну например каждый из нас на исповеди говорит легко я осуждал или осуждала легко ли это ведь сказано что осуждающий уже осужден господь говорит не судите не судимы будете каким судом судите таким и вы будете осуждены значит это легкий ли это грех тяжелый это же может стать смертным если мы не оставим осуждения или мы можем легко сказать что посмотрели нечисто на человека против ложного пола но ведь господь говорит так что если кто посмотрел с вожделением тот уже прелюбодействует сердце своем значит опять же легкий это грех или нелегкий если мы покаемся то не будет смерти а если мы не будем в этом грехе каяться то будем прелюбодеями и также будем осуждены если мы гневаемся на кого-либо ну погневались ну поисповедовались легко ли это легкий ли это грех это тоже ли грех нелегкий потому что гнев не творит правды божией как сказано писание если не творит правды божией значит мы не в правде божией а значит кому мы служим тогда тогда мы отходим от бога сатане значит мы не имеем права гневаться это грех нисколько нелегкий не будет легких грехов бывает грех который сопровождается последующим покаянием тогда он изглаживается из той хартии который будет нам представлено страшном суде а бывает грех который мы не хотим каяться который считаем легким не опасным а зачастую даже любимым от которой мы не хотим отходить например от чревоугодия или от греха тщеславия например когда мы хотим чтобы нас обратили внимание чтобы нас благодарили чтобы нам как-то послужили чтобы мы были не хуже других если мы не расстанемся такими грехами то они станут для нас смертными опасными поэтому будем стремиться к тому чтобы у нас не было смертных грехов и чтобы господь нам дал жизнь вечную внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео друзья ничего что это какие у